Спецпредставитель Газдепа по Украине Курт Волкер прибыл в Восточную Украину, чтобы еще раз оценить масштабы гуманитарной катастрофы и последствия российской агрессии. У всех есть четкое понимание того, что причиной конфликта является российское вторжение. Что всем здесь командует Москва, в том числе и политической жизнью. Необходимо, чтобы Россия приняла фундаментальное решение о необходимости мира. Если они хотят это сделать, мы готовы присоединиться и помочь. Ранее в своем твиттере Курт Волкер заявил, что США по-прежнему готовы помочь в переговорах по достижению мира для всех граждан Украины. Но все еще ожидают серьезного ответа России на январские предложения. Это скорее такая актуализация украинского вопроса в американском политикуме, в администрации, прояснение каких-то позиций. Возможно, если действительно Путин идет на изменение стратегии, то это подготовка к утряске каких-то позиций с Россией тоже, согласование их с Украиной в данном случае. Но тоже позитива или каких-то революционных изменений я пока не ожидаю. Российские СМИ сообщили, что Владислав Сурков, помощник президента Российской Федерации, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может уйти в отставку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос российских СМИ, заявил, что мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем. Российские эксперты, которые также считают вполне вероятным, что Кремль может заменить Суркова на украинском направлении, полагают, что его уход никак не отразится на минском процессе. Это никаким образом не указывает на то, что государство поменяло приоритеты в глобальном смысле. Меняется, возможно, тактика. Возможно, просто есть усталость людей. Мы понимаем, что ведь процесс в силу его сложности и в какой-то смысле тупиковости вызывает усталость у тех, кто там работает. И я думаю, что инициатива, конечно, в первую очередь за самим Владиславом Сурковым, что он фактически освобождает место для нового поколения политиков. Кто заменит Владислава Суркова, пока неизвестно. В настоящее время обратилась к Дмитрию Пескову за комментарием относительно того, кто будет отвечать в Кремле за украинское направление. Но ответа пока не получила. Джон Херпст, бывший посол США в Украине, а ныне эксперт Атлантического совета, считает, что пока рано говорить, как повлияет уход Суркова. Пока нет подтверждения того, что Сурков покидает свой пост. Мы знаем, что в Кремле идет определенная политическая игра вокруг переговорного процесса. Если же информация о его уходе подтвердится, то нужно следить, изменится ли ситуация, заменит ли его, кем его заменят. Вы помните, что в начале этого года была информация, что Суркова, возможно, заменит Явлинским. Если это так, то это тоже очень интересный сигнал. Эксперты считают, что ситуация на Донбассе в ближайшее время будет оставаться напряженной. Усиленно ведется милитаризация на этой территории. Проводится частичная мобилизация. Пропагандистская очень сильная обработка населения началась. Деградация экономическая идет. И, в принципе, они ничего не делают для того, чтобы с этим бороться, потому что им выгодно превратить регион в такую, знаете, военную базу. Эксперты в Украине, России и США отмечают, достижение мира в Восточной Украине – процесс долгий. И, возможно, только после соответствующего решения в Кремле. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.